Приветствую вас ответить на ваш вопрос, точнее на ряд вопросов, я бы хотел с конца, потому что по отношению к вам ваши вопросы идут от общего к частному и нам. С вами для лучшего понимания того, что с вами сейчас происходит, желательно идти именно от более частного к более общему. Первый вопрос, который вы задаете, это как выбрать между двумя парнями, и поскольку вопрос у вас поставлен достаточно общий, то и соответственно ответ мой будет также достаточно общий. Объективно выбирать вашего парня, выбирать мужчину необходимо из своих предпочтений. То есть исходя из ваших предпочтений, исходя из того, что вам важно и нужно от мужчины, в принципе, и нужно выбирать человека. То есть, что это значит, другими словами? С другими словами, это означает, что если, например, вам, ну, скажем, если вам нужно, если вам необходимо от мужчины, ну, ну, скажем, определенная забота, скажем, определенное отношение к вам, определенное поведение к вам, вам нужно определенное поведение к себе, то, безусловно, речь в таком случае, ну, наверное, идет о выборе в пользу того мужчины, который вам дает именно это. И здесь необходимо, ну, или, по крайней мере, желательно понимать, главное, что если вы руководствуетесь отношениями по расчету, отношениями по выгоди, по удобству, по интересам и прочее, 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 это ваше право. Обвинять в этом вас никто не будет и не имеет никакого морального права на то, чтобы обвинять вас именно в этом. Но, если вам хочется, например, того, чтобы у вас были отношения по расчету, то, соответственно, их и нужно будет выбирать. Опять же, просто потому, что разные люди могут дать вам, условно говоря, разные вещи, разные ценности. И вот, если вы, если для вас, точнее, важны определенные ценности, ну, например, в моем случае, это ценность, связанная с выгодой и интересами, то выбирать вам нужно именно этого мужчину, для себя. Если речь идет о любви, о том, что вы хотите отношения строить на основе духовной близости, на основе уважения, симпатии и прочее, 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 то тогда вам нужно выбирать того мужчину, с которым вы, точнее, чувствуете себя именно так. То есть, того человека, которого вам хотелось бы делать счастливым, причем желательно, безусловно, желательно, чтобы вы ничего не ждали от него в доме. И это будут отношения второго типа, отношения, основанные на духовном единении и на духовной близости. И вам необходимо определить, что для вас важнее, и понять, что, в принципе, в рамках одного человека, в рамках одного человека, в рамках восприятия одного человека, всегда что-то будет, ну, знаете, превалировать. То есть, например, у одного человека больше духовных ценностей, меньше материальных. У другого человека больше материальных, меньше духовных. Таковы люди, и вам необходимо для себя вот этот момент, возможности принять. Чтобы вы не искали некого такого идеального мужчину, и не дратили бы на это, ну, большое количество своего времени. Потому что, вот, в поисках идеального мужчины можно провести очень много времени. То есть, вам нужно определиться с приоритетами, что для вас важнее, и выбрать, исходя из них, исходя из этих приоритетов. Далее, наш код – это то, что, значит, можно сказать вам в ответ на первый вопрос. Если говорить про ответ на второй вопрос, значит, как понять, что с тобой человек, как понять, что рядом с тобой человек, которым нужно быть. Ну, вот, знаете, здесь я боюсь у вас вообще не очень правильная формулировка вопроса, как вот мне показалось. Я поясню, почему. Дело в том, что с человеком, ну, с любым человеком, с ним, как бы, быть, именно быть, с ним не нужно быть. Вам нужно с человеком не быть, вам не нужно быть с кем-то, вам нужно, как бы, хотеть быть с кем-то, вам желательно хотеть быть с человеком. То есть, если вы хотите, именно, если у вас есть желание быть с человеком, вы с ним, соответственно, будете. А если, простите, этого желания нет, то тогда вы с ним логично предположите, что не будете. И вот этот момент, что вам нужно быть с человеком, ну, он, если честно, немного-то немного настораживает. То есть, почему нужно быть, зачем нужно быть, а главное, для чего нужно быть, вам, для чего нужно быть с ним. Это то, что, мягко говоря, не очень понятно. Потому что с человеком находятся рядом не потому что нужно, а потому что хотят. И если вы, соответственно, не хотите, то и быть не нужно. А если вы против фоли это делаете, то вы руководствуете своими желаниями. И тогда мы опять же говорим, вспоминая ответ на первый вопрос, что если для вас важны именно то, что мужчина вам, ну, например, дает, именно дает, именно предоставляет, то, что вы от него получаете. Речь здесь, как вы, я надеюсь, понимаете, не столько о том, что вы даете, сколько о том, что вам дают. Ну, это такие приоритеты. У всех, у каждого эти приоритеты разные. Так вот, если вы ориентируетесь на это, то нужно быть с тем, кто вам больше дает, с кем вы больше получаете для себя. И, соответственно, быть не нужно с тем, с кем вы меньше получаете для себя. Это если вы ориентируетесь на свои именно потребности. То есть подбираете мужчину, исходя из своих потребностей. А если вы руководствуетесь все теми же желаниями, желаниями, например, духовного единения с человеком, то тогда ни о каком принуждении, а когда вы говорите, что нужно это принуждение, да, вот корень слова даже здесь, он общий. Нужно и принуждение. Так вот, если мы говорим об духовном единении с человеком, об искренних чувствах, то ни о каком принуждении речи не идет. Это нужно понимать. И тогда вы уже ориентируетесь на свои чувства. Хотите быть с человеком, например, вы с ним будете. Именно хотите. То есть ориентироваться старайтесь в данном случае, в конкретном, вот в этом случае, ориентироваться старайтесь на то, с чего вы хотите. Не на то, что вам нужно, а на то, что вы хотите. Вот хотите, например, делать человека счастливым, да. Вот как вы из мужчин, вы хотите делать счастливым. Вот, а с тем человеком вы и находитесь вместе. То есть не нужно здесь думать о том, с кем вам как бы, ну, необходимо быть. Это не хорошо для вас. Далее. Далее у нас с вами последний вопрос. Как разобраться в себе? Обычно вопрос, как разобраться в себе, ставится тогда, когда кому-то не очень понятно, что ему нужно. И если вы не можете ответить себе на вопрос, что вам нужно, то попробуйте идти от обратного, что вам не нужно. Попробуйте идти от обратного, чего вы не хотите. Это, пожалуй, будет самым грамотным, приемлемым в данном случае. Именно то, чего вы не хотите, именно то, чего вы не желаете, именно то, что вам не нужно, не устраивает, вот именно это является опорным пунктом, опорной точкой для того, чтобы вы определили для себя, что же вы хотите. То есть, когда я говорю, чего я не хочу, я знаю, мне легче определить, чего я хочу, потому что, как бы, остается, в сухом остатке, остается то, чего я хочу. Если я исключаю все, чего я не хочу. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. И, конечно, это не единственный способ разобраться в себе. Разобраться в себе можно многими способами, разными способами, разными подходами. Но самый простой, самый простой для вас, наверное, это пока именно этот. Просто потому, что вам его легче всего будет реализовать. А дальше, если вы посчитаете, например, что сами-сами не справляются, вам уже можно будет помочь. Но это только при условии, если вы захотите сами более подробно и более детально работать над своей проблемой. Вопрос у вас уже не первый, который вы задаете на LiveExpert. И я думаю, что, задавая, ну, не первый раз задавая вопрос, вы уже, как бы, более или менее знаете, знаете, что вам. И эксперты, например, могут предложить, что вы сами ждете от, ну, например, от них, да, от экспертов, я имею в виду, и так далее. То есть все вот это вот вам необходимо, ну, постараться, по крайней мере, проанализировать. Все вот это вот вам необходимо постараться, по-другому, по-другому. И если выяснится, что вот как-то ни один мужчина не подходит под вот эти вот критерии, о которых я сказал, то вам тогда нужно будет, скорее всего, уйти от обоих, скорее всего, отстраниться от обоих, действительно, побыть немножечко наедине с собой, и тогда уже подумать, и прийти к определенному выводу о том, чего же вы все-таки сами для себя хотели бы. Потому что, если вы будете двигаться по той же позиции, что и сейчас, то с большей долей вероятности можно предположить, что вы так ничего для себя и не решите. потому что, ну, вас все время будет что-то отвлекать, вам все время будет что-то мешать, и ничего хорошего из этого, конечно же, не получится. Вот, я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, вы примете верное решение, надеюсь, что помог вам. Я желаю удачного решения вашей проблемы, я желаю вам всего самого доброго. Если остались вопросы ко мне, пишите в личку «Помогу», если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего самого доброго еще раз и удачи.